В последнее время мы не раз рассказывали о примерах доброты и участия проявленными нашими согражданами по отношению к, казалось бы, посторонним им людям. В нелёгкие времена проявляются лучшие качества, которые есть в сердцах у людей. Подробности в нашем следующем репортаже. В одну из передач краевого телевидения в кадр попала почтальон из протокского сельского поселения Славянского района Марина, которая рассказала в эфире о своей мечте – получить в качестве подарка на день рождения велосипед. Эту передачу увидела простая пенсионерка из Красноармейского района и решила, что сможет притворить это пожелание в жизнь. Её дочь, начальник отдела ЗАГС Славянского района Татьяна Печёная, выполнила и даже перевыполнила желание своей мамы. Вы знаете, спасибо вам огромное. Давайте знакомиться. Меня зовут Татьяна Степановна. Меня Марина зовут. Я почтальон. И вот этот подарок – это очень дорогой для меня подарок. Вы правильно сказали. Такой подарок на день рождения подарю. Не ожидала, конечно, такого. Чудово. Огромное вам спасибо. Здоровья вам и всем вашим родным. Спасибо. И близким. Спасибо. Принимай подарок. Под громкие аплодисменты всех собравшихся почтальон Марина на подаренном велосипеде совершила круг почёта. Такие эмоции поистине незабываемы. Моя мамочка очень любит смотреть наши местные все программы. Любые. И мы смотрели с ней вместе телевизор. И была эта программа. Я маме рассказываю. Вот это глава. Вот это такой хутор есть. Потому что мы-то живём в станице Стеблиевской Красноармейского района. А работаю я здесь. Мама смотрит на эту программу, радуется. Ей уже 87-й год. И вдруг вот этот эпизод, где девочка стоит и говорит, я бы хотела на день рождения получить себе велосипед. Вот. Закончилась программа. Ко мне подходит мама. Скажу сейчас тем языком, как сказала мама. Она, Таня, вот это ж вся дамочка. Так хочет лесопед. У меня гроши трошка осталось с пензии. Давай ей купим лесопед. Вот так произошло. Поэтому как бы можно сказать, что это подарок моей мамы. А уже всё остальное, что мы придумали, это уже дальше было. Это с моими детками мы сложились и купили. Всего было приобретено 9 велосипедов с тем расчётом, чтобы ценные подарки получили все почтальоны сельского поселения. Это стало для них настоящим приятным волшебством. Эмоции очень переполняют всё. Спасибо этим людям за такие подарки, которые нам, работникам почты, подарили. Мы даже, не знаю, прям очень-очень рады. Это для нас очень хороший такой подарок, нужный в нашей работе подарок. Огромное спасибо. Главе протокского сельского поселения Евгению Дмитриеву было очень приятно видеть это радостное событие. Он считает, что почтальоны играют важную роль в жизни селян, особенно пенсионеров. Знаете, вот когда мечты сбываются, это здорово. Конечно, есть вот люди, очень приятно, что сегодня есть люди, которые откликаются, ну, на зов там, я не знаю, на какие-то дела. Сегодня, тем более, ну, вообще русский народ, он был такой всю жизнь. Мы всегда, нам чем труднее, тем мы более сплочённые. И, конечно же, приятно, очень будет здорово. У наших поселённых будет бодрое и хорошее настроение. Я им сегодня пожелаю, чтобы в их сумках были только хорошие вести, хорошие письма. А на таких спасибо Татьяне Степановне, что она вот увидела сюжет по телевизору, откликнулась на это. И, конечно, а мне как главе приятно, что нашим жителям будет приятно. Самый лучший для них и очень нужный подарок получили сельские почтальоны. Говорят, доброта заразительна, и она и дальше будет передаваться и жить в народе. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok